Сегодня, 7 мая, чебоксары принимают юных легкоатлетов из 44 регионов России. В течение двух дней на стадионе Олимпийский спортсмены будут бороться за право представлять Россию на юношеских Олимпийских играх. Они состоятся совсем скоро, в конце мая, в Баку. Во всероссийских олимпийских отборочных соревнованиях по легкой атлетике участвуют юноши и девушки 97-99 годов рождения. Более 200 спортсменов из разных городов России приехали, чтобы доказать, что они лучшие и достойны войти в состав юношеской сборной нашей страны на европейском отборе. Я хочу пожелать от имени Всероссийской Федерации легкой атлетики Министерства спорта достичь наилучших результатов сегодня в этой непростой борьбе, побороться за путевки сборной команды России и с честью выступить в Азербайджане. Юношеские Олимпийские игры проходят всего второй год. И стоит отметить, что первый всероссийский отбор также проходил в Чувашии. Претензий к организации подобных мероприятий со стороны представителей сборных команд и их представителей не поступало. Здесь целый ряд, я вижу причин. Первое, это, конечно, наличие современной инфраструктуры, стадион, отвечающий всем требованиям международного уровня. Это места размещения команд, которые комфортны, доступны и в том числе по ценам приемлемы. И, конечно же, наличие очень профессионального судейского корпуса. Чебоксары уже по праву можно назвать легкоатлетическим городом, как отметил Виктор Шпак. В столице Чувашии два раза подряд в 2016 и 2018 годах пройдет Кубок мира по спортивной ходьбе. Буквально на днях российская делегация, в составе которой были и три представителя из Чувашии, участвовала в церемонии закрытия Кубка мира по спортивной ходьбе в Китае. Именно там состоялась передача флага Международной ассоциации легкоатлетических федераций городу Чебоксары. У меня есть полная уверенность и у всех членов нашей делегации, что мы должны, можем и проведем Кубок не хуже, а задачи поставлены провести лучше. Потому что и Международная федерация ставит задачу, что каждое международное соревнование должно выходить на новый, более высокий уровень. И каждое новое мероприятие должно быть лучше, чем предыдущее. По регламенту сейчас флаг находится в администрации Чебоксар, хозяина новых стартов. В скором времени он будет выставлен в самом доступном месте, чтобы любой горожанин мог его увидеть. И поскольку Кубок мира будет проводиться в столице нашей республики два раза подряд, флаг ИАФ не покинет наш город целых четыре года. Екатерина Абрамова, Евгений Анисимов, Республика.